Подобно неводу, который был брошен в море и поймали рыбу. Что Господь учил? Семантика заключается в том, чтобы, что бы я ни говорил, чтобы это слово рождало образ. Запишите. Слово, которое рождает образ, это слово будет растворено верой. Ты слово забудешь, а образ нет. Слово образ – это основание слова образования. Настоящее образование, которое тебя сделает профессионалом, это способность мыслить образно и ассоциативно. Я слышу какую-то фразу, если эта фраза не рождает в моем сердце образ, она в одно ухо влетела и в другое ухо вылетела. Что ты видишь, Сын Человеческий? И что ты слышишь, Сын Человеческий? Это вообще-то один и тот же вопрос. Дело в том, что слово, которое говорит Бог, мы должны не только слышать, мы его должны видеть. Вот почему Господь говорит, что такое Царство Божие? Пустой экран. Царство Божие подобно неводу. Появляется картинка. Образ. Это основа образования. Если ты что-то слышишь, и это то, что ты слышишь, не рождает в тебе образ, то это не образование. Это просто посиделки. Вот мы сидим, слушаем, идет знание, информация, и она мимо идет. В голове пусто. Я помню одного моего друга, он в Англии, кстати, учился, и он однажды после сессии приехал сюда и говорит, слушай, у нас в Англии вообще другая система образования, чем вот у нас вот здесь была в России, в Советском Союзе. Говорит, у нас на родине, ну, в Союзе, оценивалось твое знание. А в Англии оценивается понимание. Это разные вещи. Здесь ты вызубрил, ничего не понял, вообще не понимаешь. Может быть, и дурацкое образование было, чтобы тебе столько нелепой информации давали, которая тебе сто лет не нужна, еще про какой образ, какое образование. И ты зубрил, и говорил, ты правильно ответил тебе, за то, что ты правильно ответил, тебе давали соответствующую оценку. Там он говорит, ты не представляешь, я вызублю, я все правильно ответил. потом они мне задают вопросы, но тот же самый предмет, только чуть-чуть с другой стороны. И я, говорит, в тупике. Следующий вопрос. Ну, ты же только что говорил, что ты правильно сказал, что это. Говорит, за знание тебе отлично, а за понимание неуд. Говорит, я в жизни такого не был. Ты знаешь, но ты, говорит, ничего не понимаешь. Вы сталкивались когда-нибудь с этим? Очень жаль, что не сталкивались. Столкнетесь. И я скажу, что и в Слове Божьем, и в служении ты можешь знать, но ничего не понимать. Так, что такое семантика, о чем я сейчас говорю? Это не только знать притчу, но понимать ее. Разуметь, видеть образ, видеть суть вещей. К чему я это говорю? Семантика Святого Духа. Вот на что нам приходится сейчас рассчитывать. Смотрите. Семантика – это наука истолковывать значения, термины и докапываться до истины. Ну, к примеру, когда я говорю слово «телефон», вот у каждого из нас возникает своя картинка, ассоциация. у кого-то вот телефон вот этот. Если сидит здесь, моя бы бабуля сидела, у нее картинка была бы будка телефонная две копейки. «А кто-то, может быть, из советской системы, и, может быть, кто-то там, портократ какой-то, работал где-то…» вы понимаете? 10 человек из разных эпох. Мы сидим и звучит одно и то же слово. для кого-то будка и две копейки. Для кого-то это 600 евро. А для кого-то это вообще ничего. И вопрос. Если мы хотим единства достичь, а мы за единство же, братья и сестры, а? А ведь все понимают, что в единстве сила. А ведь единство будет только тогда, когда сказанное слово имеет одну и ту же картину и у тебя, и у меня. И мы не только слышим одно и то же, мы видим одно и то же. Вот что такое откровение, вот что такое учение, вот для чего нам нужны вот такие, нужны вот такие встречи. Я вспоминаю эту песню, которую Пугачев пел. «И так захочешь теплоты, не полюбившись, а когда-то, что переждать не сможешь ты, трех человек у автомата, и так захочешь теплоты». Хочу спросить сегодня, представители современной молодежи, что такое автомат? Хочу спросить, не просто, что такое автомат? О чем эта песня? В очереди стояли в телефонную будку, вот ты молодец! А если бы ты своего ребеночка спросил, и сказал, что такое три человека у автомата? Ну, я в каждой жизни думала, пока до меня не дошло, что это автомат, что я думала, может, кто-то поделит в конфликт, может, он воюет. Может, на войне это? Может, он там, ну, как будто там переждать, не может, чтобы вернуться к ней. То есть у меня была конкретная картинка автомата. Вы можете себе представить, на секундочку, а? Когда я говорю, что такое телефон? Смотри, продолжаю мысль. Я говорю, телефон. Мало того, пожалуйста, Игорь, иди сюда. Мало того, что люди представляют себе модели телефона, кто-то говорит, телефон-это автомат. Автомат. И три человека у автомата. Это не обреченные люди, которых сейчас положат, а это люди, которые позвонят. Вы знаете, вот эта вот иллюстрация, это примитивная иллюстрация, которая нам показывает, что отсутствие единства в самых простых вопросах, это результат отсутствия семантики. Мы должны каждое слово объяснить, что это такое. А представьте себе, что вот в этой книге, вот в Библии, из чрева потекут реки, воды живой. Мы настолько привыкли бросаться за кодированные фразами, а что такое чрева? У тебя есть чрева? У тебя есть чрева? Есть. А с какой стадии оттуда вода должна течь? Любая вода течет? Ну мы как бы говорим такие кармические фразы, но практический смысл отсутствует. Поймите такую вещь. И почему нам необходимы вот такие встречи, чтобы расшифровывать, чтобы просто просить Бога, Духа Святого, чтобы Он нам помог не только услышать притчу, но чтобы Он помог нам услышать значение этой притчи. Что три человека у автомата это не обреченные люди, которые уже стоят перед смертью, а это счастливые люди, которые хотят любви. Сколько этих притч, которые каждый трактует так, как ему кажется справедливо. А вы представляете, когда вот вы говорите три человека у автомата, это блудка, это веселое время, это счастливое советское время, когда мы стояли в очереди. А если человек сегодня говорит, это как обидно и оскорбительно для вас, которые понимают, что такое три человека у автомата, в виде человека, который не понимает этого и трактует по-своему. Тебе хочется объяснить этому человеку, что то, что ты думаешь, это не то, что на самом деле. Так вот, и Дух Святой нам, когда вот мы думаем, как бы я вспоминаю, про пастор говорит, как лань желает потоком вод, и там какое-то проповедование говорит, лань, братья и сестры, это такая птичка, которая всегда пить хочет. И мы должны быть вот такой птичкой. И когда ты смотришь, и думаешь, господи, вот птички, а ведь это же примитивно, понимаете? Я говорю о том, что мы должны Слово Божье не только слышать, мы должны Слово Божье видеть. Образ, образ. Каждое слово должно рождать образ. Лань это животное с крыльями, птичка такая и летит на водопой. Это же ужас, а? Поэтому мы и отказываемся мыслить образно, потому что там безобразие творится. Но что не образ, а безобразие. потому что я не могу представить. У вас это более грубая ошибка. Вот я слышал, например, многие проповедники говорят, что послание от Иуды написал Иуда Искариот. Думаю, камень. Ну, я шептого давно не слышал. Нет, ну, я все равно не слышал. Иуды написал Алексеев, написал Игорь Михайлович. Нет, ну, не только вы, пастор, кстати, говорите. Он повесился, но до этого успел написать. А, кстати, люди потом говорят, вот ничего себе, хороший был ученик, послание написал. Что же он так... Хорошо, мы продолжаем. Очень интересно, понимаете, я к чему говорю, что такое семантика, и она нам по зарез нужна. Знать, что в 12 главе Матфея написано, знать, это хорошо, но знать суть происходящего, между строчками, прочитать настроение. И вот мы на коучах, кто открылся здесь первый раз, мы как раз пытаемся вот этот привычный, стандартный подход к изучению Слова Божьего, сломать и докопаться, сказать, Бог, разломай привычные вот эти представления и дай нам образ, который ты видишь, когда говоришь это слово. Потому что если слово не рождает правильный, соответствующий образ, это слово не принесет пользы слушающим. Другой там один человек, то есть в Беларуси, это там Курочкин рассказывает, один антисемит, всегда читал вот это вот, и Евангелие Иоанна, и всегда находил антисемитские выражения. Видите, как Иисус ненавидел евреев. И говорит, вот идет падлина, израильтянин, в котором нет лукавства, ему подождите, но вы ударение не там поставили. Он говорит, хорошо, вот идет падлина, израильтянин, в котором нет лукавства. Ну, представьте, можно же, ну, с каждого слова, ведь, а семантика какая. Конечно, мы сейчас немного... Иисус привел учеников туда, где было много травы. Ну, вот, и все, и вот на эту тему. Да, 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 да. И сколько вот, представьте себе на секунду, сколько вот таких закодированных слов, закодированных фраз, которые вот просто, ну, на семь замков закрыты, и мы перелистываем, и мы, как бы, избегаем это. Семантика Святого Духа. Вот что нам нужно на сегодняшний день. Если что-то непонятно, Дух Святой, пожалуйста, раскрой этот смысл, суть, открой нам суть этих вещей. И вот, на сегодняшний день я бы хотел на повестку дня вынести такое понятие, как соблазн. Вот много слов всяких есть. Наследие, свобода, рабство, искупление, ермо, там еще много слов. И слово соблазн. Вот это слово очень часто встречается в Слове Божьем. И, кстати, на эту тему целые главы написаны в Евангелии. А что такое соблазн? Что такое соблазн? Я специально задаю множество вопросов, чтобы по ходу мы потом могли, читая Слово Божие, отвечать на этот вопрос. Что такое соблазн? Это преступление или наказание? А кто они, носители соблазна? А кто их жертвует? В каких случаях соблазн это преступление? Что делать с теми, через кого соблазн приходит? И что делать с теми людьми, кто соблазняется? В каких случаях соблазн оправданный, а в каких случаях соблазн не оправданный? Ведь есть совершенно противоречивые и противоположные понятия. С одной стороны, нам нельзя соблазнять малейших сих. С другой стороны, Иисус Христос. Скала соблазна. С одной стороны, он говорит, кто соблазнит из малейших сих мельничный жернов и утопить его. А когда о Христе соблазнялись люди, он говорит, блажен, кто обо мне не соблазнится. И можно просто окончательно запутаться, зайти в тупик, если просто не взять в чистом виде, без всяких очков, просто Слово Божье, включить рациональное мышление и попросить Святого Духа, пожалуйста, Дух Святой, подскажи нам докопаться до сути. Итак, соблазны оправданные и неоправданные. Первое место это Матфея 18, 1, 4. Давайте откроем. Матфея 18, 1, 4. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Первых 4 стиха говорит нам о Царстве Небесном. Но первое, на что хотелось бы обратить внимание, ученики имели откровение о Царстве Божьем. Здесь не стоял вопрос, существует ли загробная жизнь. Как мы о фильме говорили, как ни странно, новообращенные они знали, что есть жизнь после смерти. И у этих учеников они имели откровение о Вечности, но их интересовало в Вечности собственные координаты. Подумайте только. Их не волновало просто, существует ли вечная жизнь или Царство Небесное. Их волновало просто, как насчет меня. Кто больше? Существует ли там классовое неравенство? Они знали, что в Царстве Небесном существует классовое неравенство и что там нет социализма. Там нет уравниловки. Поэтому вопрос, кто больше там будет, а кто меньше? И ключевое слово, и ключевое слово в этом отрывке «Дитя». Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Оказывается, условия входа в Царство Небесное странные, если вы не уподобитесь этому дитя. И вот у меня вопрос номер один. Вопрос номер один. Условия входа в Царство Небесное. При чем тут дитя? Разве покаяние это незрелое детское решение? Разве покаяние и реальное посвящение своему Господу я... Разве это не поступок взрослого человека? Первая корейна 14-20. Подчеркните, я просто ставлю рядом. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны. Вопрос при чем тут дитя? Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вот рассуждайте, почему, кто больше в Царстве Божьем, здесь два вопроса вообще-то, как войти в Царство Божье, и как стать там в этом Царстве Божьем продвинутым. Почему дитя? Вот какие у вас, какие у вас мысли? Пожалуйста, давайте рассмотрим. Вы понимаете, с предубежностного предубеждения каких-то, вот так, как видишь, так и воспринимаешь. Мы же, когда взрослеем, у нас уже сразу же какие-то рамки, вот так должно быть, так не должно быть, какие-то стереотипы общества. То, что ты весишь, а царство. А ребенок, он как бы больше воспринимает. По факту. Нет, ну смотрите, первое, как человек входит в Царство Библии говорит, Иисус говорит вообще Никодиму. Чувак, который вообще рулил идеологией. И он говорит, кто не родится от воды и духа, это каким ребенком надо быть, чтобы принять такое решение. Вот он там и сказал, если ты, говорит, таких простых вещей не понимаешь, то как ты, говорит, о чем ты тогда учил население людей? Если говорите, дитя, то у него другое вообще воображение, у него воображение другое Амири. А какое, если говорить расскажите мне, пожалуйста. Какое у ребенка? Я тебе вообще ничего не понимаю. Они конченые эгоисты, эгоцентристы, они концентрены только на себе, ни за кого, ни за что не отвечают. На самом деле, кроме себя никого не любят. Их любовь обусловлена тем, что их жизнь от этих людей зависит, и все. Их напугал, они плачут. Их посмешил, они смеются. И я только это понимаю с той позиции, что он говорит о духовном мире. Мы в духовном мире, но дети полные. Какие бы мы тут не были крутые в духовном мире, мы, ну, мы ничего не понимаем, что там и как. Нет, ну это не даун, конечно. Почему ребенок становится эталоном для подражания, чтобы войти в царство и быть там великим? Объясните мне, пожалуйста. Человек в 40 лет, я извиняюсь, просто установка такая, чтобы привязаться к практическим вещам, образно. Вы видели реальное покаяние? Это когда человек осмыслил, осмыслил, что он негодяй и мерзавец. Когда он осмыслил, что вот единственный смысл, разве ребенок может это сопоставить? Я вот этого не пойму никак. Объясните мне. Пожалуйста. Дети, во-первых, я не соглашусь с позицией, естественно, Игоря, да, то есть по одной простой причине. С детьми надо периодически общаться для того, чтобы их знать. Я периодически общался, никакого удовольствия не получил. Я скажу, с точки зрения матери, которые все-таки со своими детьми не просто сидят задним столом, как многие мужчины приходят ужинать, там, привет-привет, качество ребенка, которое здесь Иисус ставил в пример. Какие качества? Любой ребенок очень духовно открытый. Любой ребенок. Пока мы его сами не зашорили, он видит духовные вещи. Это, я могу констатировать факт по любому ребенку, даже с которым я общаюсь. Если ты начнешь задавать ему вопросы, вот это образное мышление, о котором сказал Паша, оно у них фантастически развито. И я думаю, что Иисус здесь говорил о тех вещах, что эти люди, которым он говорил, они были абсолютно религиозными, зашорими. То, чем вы говорили, знание, у них был отчет, вот знание было, оно было мертвое, это знание, оно никак не могло работать. Для того, чтобы вообще расчехлить это знание и вообще хоть как-то прилигнется к Богу, надо было вот этот образ включить, это свойство ребенка, образное мышление. Взрослые люди в меньшей степени обладают образное мышление, поэтому дети быстрее учат языки, дети быстрее адаптируются, у детей более трансформированных, организм быстрее ко всему адаптируется, только из-за этого. давайте так вот, чтобы я здесь как фарисей скрупулезный, здесь два слова звучит. Он говорит, истинно говорю вам, если не обратитесь, я задумываю, что это за слово, если не обратитесь, и второе, и не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Давайте, во-первых, вот по этому стиху, не обратитесь, и не станете как дети, не войдете в Царство Божие. Расшифруйте. Я эту фразу вообще не понимаю. Да. Объяснили мне, матерый преступник, у которого там, я не знаю, преступление, жесть, у него сердце, откуда он этого ребенка внутри возьмет, с каких делов у сорокалетнего, закоренелого преступника вдруг проснется качество вот этого дитя. Объясните мне, откуда это? Может быть, грудного дитя, может быть, ребенка-то имеет, наверное, вот это имеет в виду. То есть, только как-то обратитесь, то есть, ребенку легче обратиться к любому, любому. Так ребенок безгрешный, ему легче обратиться. А что делать взрослому грешному? Я хочу сказать, что у ребенка нет багажа вот этого, всех учений, жизненного образа, и так далее. Ему легче прийти к Богу, и он принять все, все. Так был бы я ребенком, мне, конечно, легче. Не, так надо оставить. Так и существенно, предлагали, вставляли все. Проще богатому войти, как там, по месту. Не, да. Богатому войти, да. Проще, чем вернули, пройти через игольный ухо. Вот смотрите, правильно вот, мы сейчас говорим о том, что вот эта фраза, непонятная, закрепленная, она должна родить какой-то образ, какую-то пикчер, какую-то картинку. Если вы не обратитесь, что такое обратитесь, расшифруйте мне это слово. Вернетесь назад. Куда? Обратитесь это, вернусь назад. Я вернусь. Я вернусь. Нет, ну подождите, сейчас нам предлагают, по сути, покаяться. Он говорит, я ваши грехи забираю. То есть подождите, если у меня забирают грехи, следовательно, должно поменяться мое внутреннее состояние. То есть я вдруг должна в какой-то момент ставить хоп без греха. А вам не кажется странно, что здесь про грехи вообще ничего не сказано? Еще раз. Если не обратитесь и не будете, как дети, которые без греха, без ничего, не войдете в Царство Божие. Во-первых, войти, а во-вторых, уже о классовом неравенстве. Причем тут дитя, у которого нет греха? Причем тут дитя, если мы все взрослые? Можно ли сказать такое слово, как изменитесь? Тут можно сказать слово превратитесь. Превратитесь. Повернетесь. Хорошо. Куда повернутся? Ну расскажи, ты нам говоришь, повернутся куда повернутся. Еще куда обернулся, все, идешь туда. Ну, расшевройте, практически. Я понимаю, какая точка отсчета. С чистого листа нужно начать. То есть, я отрекся от себя, взял крест и пошел, как написано. я отрекаюсь от всего багажа, от всего прошлого. А дитя при чем? Я начинаю двигаться в другом направлении. Я отрекаюсь от того, как ребенка с нуля начинаю. Есть предложение, в котором ребенок это ответ. Он говорит, если вы не будете такие, как дети, вы же дарите. Давайте по одному. Если вы не будете такие, как дети, это сказано в этом предложении, по большому счету, то вот туда вы не попадете. То есть, нам Иисус четко говорит о том, что обратитесь в состояние ребенка, потому что дальше написано, что обратитесь во что? а дети это безгрешные, дети верят, дети образно мылят, дети, и он нам показывает форму того человека, который хочет нас перевести для того, чтобы попасть в царство. Ну да, вот так. Тут даже написано, пастор, если брать перевод греческий, можно перевести так, что если не превратитесь в младенца, не войдете. А младенец, правильно, не грешный. И младенец ни за что не отвечает, ничего не решает, ничего не умеет, есть что дают, и ничего без отца сделать. И ничего не может сделать без отца. Вот здесь кажется потеплее, ну не просто безгрешность, а абсолютная зависимость ребенка от родителей. Мне кажется, вот этот, ну, поглядь. Это просто, когда мальчик, он не может без отца ничего сделать, так же, как мы и другого. А девочка? Ну, здесь по-тому самое. И они как любят дети, они тебя любят просто потому, что ты отец. Да, все, безусловно, Так и ты должен вернуться в то состояние, когда ты без отца ничего не можешь сделать. Значит, где-то о детях, значит, тут сразу автоматически нужно предполагать отца. Не, ну, родителя. Ну, извиняюсь. У отца, да, родители. Второе, что нужно все-таки отказаться от своего багажа, от опыта, не только от негатива, что я знаю, как я понимаю, представляю, я с собой не должен тащить. Потому что с многими разговариваешь, когда говоришь о покаянии и так далее, всегда у людей преобладает. Каждый уже как-то сформирован. В реинкарнации, в чем-то еще. Это и есть багаж, который ты не делаешь. То есть он двигается так, как... Ну, теоретически ты прав, да. Но практически вспомните свое покаяние, и я... Назовите, хоть кто-то из вас может сказать, во время моего покаяния, я начисто все, и с нуля начал, ты десятками лет на школе восстановлен, по 15 лет с этими багажами боретесь, оставляете вот это все. Не правда, ваше. Проклятие. Только потому, что он нас преследует. На это мы. На момент покаяния были самые счастливые. Да. Когда вдруг пришлось с этими багажами, все это разрешило на лежаке, а потом... Да, потом пришел ум. Потом осознание. Аааа, так вот это, это как бы было не лишнее. Вот это тоже как бы... Дети подряснили. Потом мы и стали вот этим учениками, к которым опять нужно возвращаться. Стоп, еще раз. Ая, пожалуйста. Да, ну... Расшифруйте, что такое обратиться и стать как ребенок. Что такое? Обратиться и есть родиться свыше. Стать ребенком в Царстве Небесном. Это, то есть, восстановить отношения с отцом. Стать его ребенком. Ничего не знаем, что мы умеем, что ничего не знаем. в Царстве Небесном Мире, когда рождается свыше, мы ничего не знаем. И если мы как дети... нужно остановиться ребенком? И если мы как дети этого понимаем, то мы признаем, что мы в этом ничего не понимаем. А когда уже начинаем в духовном мире взрослеть, тогда мы все уже начинаем. Или думаем, что начинаем взрослеть. как мы... Вот мне мысль посетила... Давайте слушаем еще обратиться. Что такое обратиться? Вот, например, нам кто-то плохо делает. Мы обращаемся к суду. Нам, например, что-то нужно, например, вот если он до города заключался к Крюсту, я обратился туда к ним. А вот чтобы войти в Царство Божие, надо обратиться к Иисусу Мире. К суду. Вот, смотри, прозвучала первая дефиниция. Мы говорим обратиться, шел туда, пошел сюда. Это одно определение. Оно имеет право на существование. Дефиниция номер два. Обратиться, это не то, что шел туда, пошел туда. Я обращаюсь в соответствующую инстанцию и пишу документы и прошу, пожалуйста, я не то, что от этой инстанции уходил, я про эту инстанцию просто не знал. А сегодня могу, да? Да. Интересно. Еще обратиться, пожалуйста, какие понятия еще есть? Когда вы играете со своим ребенком в детстве, его подкидывает. И не он. И не он. Он доверяет вам? Он полностью доверяет вам. Когда вы его садите на крючку, приветите, черепечку приветите, он доверяет вам. Вот чтобы ты попал в... Весон на доверие. Да. Ты должен вернуться в детство и довериться своему отцу на небесах которой. Так же, как доверял свое время, когда был маленьким, своему отцу. Вот тогда, когда ты вернешься и будешь полностью доверять небесному отцу, тогда с тобой все будет в порядке. Потому что маленький ребенок, он безгранично доверяет своему отцу. Это факт. Безгранично. Во всех. Ты можешь... Он доверяет. Но когда ты сможешь доверить своему небесному отцу, все это ключ к тому, чтобы ты попал... Вот мне нравится вот эта позиция, которая даже может признавать багаж и шлейф. Я не верю, что во время покаяния у человека автоматически все шлейфы отстегиваются. Младенец во Христе это плотской христианин, у которого выше крыши наследие Адама, и оно еще его будет преследовать, и только когда он будет возрастать духовно и побеждать плоть, и вот такого автоматического чуда, оно... Ну давайте мы взрослые люди, прошли уже это десятки раз. Мы не будем с чистого листа... С чистого листа начинается христианская общественная жизнь. А если внутри дух маленький, а плоть большая, и начинается дух желает противно плоти, поэтому наличие вот этих блавацких там наших внутренних вот этих генетических наслоений, увы, они еще будут годами тебя испытывать и проверять, насколько ты можешь в духе вырасти, вот этот ребенок, он юношей должен стать, он должен возрастеть, чтобы это наследие победить. Поэтому гораздо, ну если в практическом смысле, например, мне импонирует именно мысль зависимости от отца абсолютно на сто процентов, которая поможет мне и возрастать, и побеждать, и освобождаться, и все. Сто процентов это ведь. Да. Вот мне кажется, вот дитя здесь подразумевает отца. Вот если сказать о чем здесь недосказан, что дитя без отца оно обречено. Это потому, что вы посмотрели на слово обращение по-другому, то есть если мы сначала говорили, что это обратиться, ты шел туда, а потом туда, а тут смысл у меня это, когда ты обращаешься, когда ты к кому-то обращаешься, ты просишь о чем-то, то есть если вы не попросите отца, а дети, то вы и не войдете туда. То есть здесь если говорить про методологию, то смотрите, как здесь все так вот взял Христос и просто сказал ни про покаяние не сказал. Это мы добавляем. Представь себе, если ты никакого учения не знаешь, читаешь просто обратился, стал как ребенок и вошел Царство Божие. А мы уже сами добавляем, потому что здесь этого не написано, а можно это родиться свыше, покаяться, но этого же нету здесь. И дальше смотрите, четвертый, в третьем написано, если вы не будете как дети, не войдете в Царство Божие, а четвертым, кто умолится как это дитя, тот будет больше Царства. А это что? Вот вот обратиться, это там ходи-ка куда-нибудь обратиться и не пролить. Обращение это позиция. Если вспомнить, если предполагать, что там есть отец, конечно, если говорят о детях, то, наверное, там должны где-то родители. Вспомните стылью А почему он отца не взял и не сказал, смотрите, ребята, вот ребенок, а вот его батя. Это приблизительно картина взаимоотношения человека с Богом. Почему он отца не пригласил? Как ты думаешь? Почему он не пригласил? А чем отец не пригласил сына? Это как бы другое 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 обратиться? Ну, есть она, дети есть, дети предполагают родителей каких-то, но не все ж сироты. Вообще сироты это в любом случае предполагают родители. Дети из-за работы не берутся. Даже сироты кто-то рожает, женя их приносит. И тут вопрос обратиться, мы говорим, все-таки возвращение или соглашение, ну, подождите, когда брудный сын, который ходил где-то, да, он решил вернуться домой, то есть обратиться, ну, вернуться. То есть он мало того, что он развернулся, и вот в этот момент молитесь, как дети, он обратился, и в конечном итоге он пришел и признал вот то, о чем говорит Данис, вот эту абсолютную, ну, как бы абсолютную власть. Почему дети нам доверяют? Потому что они от нас зависят. То есть можно сказать, что дитя учит нас первое, это абсолютному доверию и зависимости от Бога, и соответствующим образом, ну, перспективу развития. Но для меня вот сейчас как-то мозги мои отдыхают. какие-то есть да, я просто прочитаю в современном переводе и в современном переводе написано просто, что говорю вам истину, сказал Иисус, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. И четвертость поэтому кто смирит то есть в современном переводе кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве. Вот хорошо, насчет того, чтобы войти, ну как-то понятнее. Объясните мне, что это за инфантилизм здесь проповедуется, а? По окнаме управлять по другому, по окнаме работать. Что за инфантилизм? Кто будет как ребенок, тот будет великий в царство Божий. А как насчет того, что написано, помните, кто-то еще спросил Иисуса на эту тему, он говорит, кто исполнит все заповеди. Да. И так научить других людей, великим наречется в царстве Божьем. Причем тут ребенок. А кто нарушит одну из малейших заповедей Иисуса и так научит других людей, наименьшим наречет. Это с каких делов ребенок великий в царстве Божьем? Ну, конструктивно и функционально. Объясните мне. Наверное, только под будущим ребенком имеют полное доверие Богу отцу можно как раз и исполнить заповеду. Ну, разве не взрослея? Ну, что ребенок может ребенку сейчас расскажи, я должен пойти в мир и тебя распнут и грехи все. Но ребенок это вообще ничего не понимает. Мне кажется, здесь какой-то конфликт внутренний либо что-то недосказанное. Что такое ребенок великий в царстве Божий? Ребенок это чистый материал для работы. Если он полностью доверен так по заслугам люди определяются великими в царстве Божьем или по происхождению? Люди определяются великими вообще-то по происхождению. Статус отношения не разучили. А когда награда дается? Подождите. У нас есть происхождение. Происхождение оно имеет за собой некую судьбу, некое действие. Вот для того, чтобы исполнять судьбу необходимых происхождений и имеющие соответствующее воспитание. Как ты туда попадешь и получишь это воспитание, если нет происхождения? Нет. Что значит нет? Я родился свыше, и я великий в царстве Божьем. Нет. Ты великий по праву рождения. Но дальше то, о чем вы говорили. Ты послушаешься, ты полностью доверяешься. Правильно все это сказали? Дети еще хотят отображать своих родителей. Они для них пример. И через какое-то время ты действительно становишься великим. А кем ты можешь стать? Я не слишком повалю. По заслугам тогда получается они попросят возник. Ну, 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 конечно по заслугам. А как дела идут вслед за ними. Знаю дела твои. Ты такой, а как вера бездел мне клавиши. Чтобы дела делать. Но откуда взять знания о деле? Откуда взять знания о деле, если ты не так? Нет, я подчеркиваю мысль, что почему? В одном месте написано, кто исполнит, то есть по делам, твоя жизнь. Павел говорит, течение совершил, веру сохранил, не просто по происхождению, можно всю жизнь козырять происхождением. Вон, фарисей говорит, мы дети Авраама, мы дети Авраама, мы крутые, мы великие, а Бог говорит, шайтан, отец у вас. И что происхождение? Нет. Тем не менее, они продолжают быть Божьим народом. Я умоляю, я про другое говорю. Ну, если у него как вот ребенок, который доверяется отцу, безгонечно верит ему, то четвертый пункт это будет тот пункт, когда он уважает и чтит отца. Тогда он будет в этом доме самый большой. и тогда то следующее, которое вы уже говорите, когда будет соблюдать это, это будет переноситься на то, что он чтит и уважает. А старший сын не чтил отца? Я только хотела... Не уважал его? Он пахал там, как... не мотивы у него другие. Я тебе так... Не, ну понимаете, я задаю специальный провокационный вопрос, что вопрос звучит в самом начале кто больше в Царстве Небесном? Вы говорите, тот, кто родился по происхождению. Здрасте. Так все рождают. Кто умножает отца, он будет больше. Рождается скорбь и сверочная семья. Есть такое место хорошее в Экклезиастах. Сейчас попробую процитировать, но там примерно так, что кто умножает мудрость, тот умножает скорбь, и кто умножает знания, тоже умножает скорбью. То есть, вот когда мы вот это вот про багаж, то есть действительно, я вижу только одно, умолиться, смириться, как ребенок. Ребенок не имеет выбора, он не властен. Он вот, его посадили, в это, сказали, пойдешь туда, будешь делать то. Помните, где католики, дайте мне ребенка до 7 лет, и он делает. И у него другого образа мышления просто нет. То есть, умереть для себя, кто не умрет для себя, тут не войдет в Царствие Небесное. То же самое. А ребенок, он не понимает даже, какой он, что он. Я думаю, это собирается на любви, потому что любовь без конечного. Как еще раз? Ну, это все отбирается на любви. Потому что дети любят отца и мать просто так, что они отец и мать. Пока дети, да. Ну, так, лучше от детей им говорить. Иисус говорит, любит меня отец, если бы любил, потому что я исполняю заповедь. Да. А не то, что я родился. Да. А сколько людей, сколько сыновей и дочерей рождаются от Бога и просто куролесят, как хотят. Ну, я вот говорю, происхождение еще не есть гарантия, что ты станешь великим. Ты можешь иметь имя, будто ты жив. Написано. Ну, то есть, все-таки, основа это отношение с отцом. Блудный сын, смотрите. остается все равно с сыном, да? Я говорю, Саша, вот блудный сын, хороший пример. Блудный сын вернулся, он же вообще, что он похоронил при жизни отца, забрал часть имения, значит, все, посчитал отца, все, ты мне не нужен. То есть, он не понимал, кто такой отец, любви там особой к отцу не было. И он вернулся с любовью, как говорил Эдвин Луиско, что ушел с похотью к жизни, а вернулся с любовью. А вот второй сын, он пахал на отца, все, но он тоже не понимал, кто такой его отец. Он не любил отца, это проявилось вот именно в отношении к тому сыну, что он позавидовал. Смотрите, получилось, тот, кто куролесил, удостоился любви отца, признания отца, а тот, кто трудился и пахал, ушел с печалью. Подожди, ты попросил, удостоился ли он любви? Потому что, когда этот второй сын пришел, ну, принял любовь, хорошо, принял любовь. Он сказал фантастические слова этого второму сыну. Не все ли свое? Он ему удостоился. Он говорит, что ты печалишься, вообще все, мое, мое. Да, я понимаю. Это гораздо больше, чем просто там, то есть, но факт остается фактом. Пришел трудный сын, ничего еще не сделал, кроме того, просто пришел назад и получил мерзий. Он получил уже некую власть. Две позиции, раба и сына. Да, это позиции. То есть, царство Божие, царство мотивов. Смотрите, следующий вопрос, я извиняюсь, следующий вопрос, быть великим или быть невеликим зависит от награды или от чего. Играет ли здесь в данном случае калибр личности, ну или уровень твоего пребывания в этом царстве Божьем от награды или от твоих заслуг или нет? Почему здесь мы упускаем это важнейшее слово заслуги? Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Над многим поставлю тебя. Великим ты будешь. Наречешься. Води в радость Господина моего. А мы говорим происхождение любви. Давайте блудного сына забудем вообще. Если говорить про награды и про вот это классовое неравенство, то наверное все-таки зависит от верности, от твоих заслуг. Даже Христос говорил, дело, которое ты мне поручил, я исполнил. И поэтому прославь меня той славой, которую я имел прежде в создании мира. Все равно величие. Нужно согласиться с мнением Отца. Надо послушать. А еще ты должен заслужить это значит? Я про это и говорю. Нет, подождите. Если у вас есть значение то есть как описывается закон, где-то водитель ко Христу. Так и здесь есть период, когда нужно можно сказать слепо слушаться, повиноваться, а потом приходит период, когда ты уже сам принимаешь решение и доказываешь на деле. А там, где о наследстве говорится, то сраб не можем взять. Давайте вот конструктивно прямо смотрите, стоят ученики. здесь бы Христос был, и мы сказали, что Христос вообще никто ничего не понимал, свои собственные ученики. Смотрите, вот следующий вопрос, они были на земле, они не говорили, кто на земле будет великим, они говорили, вот мы сейчас на земле, мы еще ничего не сделали, мы еще ничего не понимаем, мы только знакомимся вообще с этой новой сектой или с этой новой религией христианства, мы даже не знаем, кто ты такой, Христос, вообще, но они уверовали, что когда они умрут, они пойдут на небо. Вот давайте сейчас вот выключим сейчас вот этот пафос религиозный, давайте согласимся, что награда на небесах и калибр твоей личности на небесах будет зависеть от того, как ты всю жизнь прожил, а не родился или что-то, но давайте согласимся, что как я жил, конец моей жизни будет определять, великий я там или невеликий, давайте вот с этой платформы рассуждать, логично это или нет, что взирая на кончину их, мы можем говорить, что либо они великие, дошли до финиша, веру сохранили, не отреклись, либо они лоханулись, ушли, как юда, и повесились, ну, они же родились и вышли, и когда мы говорим сейчас о фактических вещах, что награда определяет калибр личности, и великими будут там те, кто будет сиять, как светило на тверде небесной, в зависимости от того, как в сумме, ну, не просто рождение, эпизод, мотивация, там, вот, жизнь твоя, Господь взвешивает жизнь и говорит, вот, ты взвешен на весах, жизнь, а при чем тут ребенок, который ничего еще не сделал, и он великий, я вот хочу противопоставить, это, ребенок, который еще ничего не сделал, он великий, или все-таки взрослые люди, которые прожили жизнь, и, как бы сказать, они поворачивают, дела идут, их вслед за ними, как Стефана побивали камнями, Господь встал с престола, чтобы, чтобы просто поздравить его, сказать, ты молодец, ты чемпион, когда читаешь вот эти вещи, при чем тут ребенок, этот ребенок немножко сейчас вот из колеи выбивает, войти в Царство Божие, да, здесь как-то логично, но быть великим, там, найдите мне практически, Бога доверия. Если, допустим, посмотреть контекст вот этого описания, где в Матфея написано, как бы посмотреть, кому он это говорит? Он говорит к ученикам. То есть, это люди не новообращенные, даже не грешники на поляде. Он им объясняет, он им объясняет, что ребята, вот вы шли, шли, но чтобы вам перейти на следующий уровень, вам нужно поменять свою сущность или свой характер. То же самое он говорил к юноше, который был богатый. Вот ты хорошо, ты поступал, ты делал это, делал то, но чтобы тебе перейти чуть-чуть дальше, чтобы делать чуть-чуть больше, тебе нужно перейти на следующий уровень. А ребенок при чем тут? А ребенок это просто, ну, как образ вот той сущности или того, как он взрослый. Ты понимаешь, что ребенок, вот, возвращаясь к тому, ни за что не отвечает. Он никакой ответственности не несет. Он любит, он просто зависит только от отца. А когда ребенок взрослеет, вот тогда отец ему говорит, а ну-ка иди, получай образование, хватит быть ребенком, оставившим владенчество. У меня здесь, честно говоря, вступает в конфликт мое развитие в служении, мое развитие в возрасте, с тем, что этот ребенок мне по жизни должен снится. Давайте, можно так сказать. Хорошо, давайте. Вопрос логичный или нет? Мне 60 лет, а мне говорят, ты стань как ребенок. Я не буду как ребенок. Я буду как муж, мужик. Когда я был младенцем, я по-младенческим мыслил, я по-младенческим поступал, а когда стал мужем, я не собираюсь на этого ребенка смотреть. Можно так сказать, ассоциативно. Когда мы смотрим на маленького ребенка, с чем нам ассоциирует этот маленький человек? Я думаю, всем он ассоциируется во-первых, с таким качеством, как доверие. Вот мы можем сказать, что все маленькие дети слишком доверяют. Ну вот, они очень доверчивы. Мне кажется, что... Доверие детей, я извиняюсь, и доверие взрослых людей, которые рискуют жизнью, это разная степень доверия. А может, Иисусу это уже достаточно? Может, Иисусу уже достаточно, что мы как дети в доверии нашем пошли за Ним в новом учрении, чтобы уже считать нас великим. Посмотрите, как доверие ученики в новой вере, вышли со старой веры. Они должны были доверять, как дети. Они шли, не зная, куда идут. Они, как мы понимаем, шли за очень странным учителем. И поэтому Иисус как бы им сказал такой комплимент. Смотрите, что если вы не будете доверять, и поставил им перед ними маленького ребенка, не какого-то уже постаршего, не постаршего, умного. У ребенка есть выбор? Нет. У него нет. Это есть это детское доверие, как бы... У Иисуса нет выбора. У ребенка нет выбора. Он не выбирает между отцом или еще кем-то. А взрослые люди, которые прожили жизнь, которым предлагают и соблазны, и какие-то ценности жизни, это другое доверие. Мы достаточно уже даже этого детского нашего доверия, что мы... Я действительно, вот я могу понять вот эту концепцию. Помните, Евелина рассказывала, они там бутылку воды, Даша, они радуются, им так мало, чтобы они улыбнулись, да, эти ребята. Но, как они могут исполнять дело, которое исполнял Павел, и ААН, и ААН. Это же не дети. И получается, ну только можно тогда сделать такой вывод, что награды по-другому, что ты делаешь, хорошо делаешь. Ну подожди, но главное дело, это мы не знаем. Нет, тогда ты там путаешься. Все, смеха, я тоже логики не вижу. Я логики не вижу. Я просто отказаю, я говорю, бог, я не понимаю, ты надо объяснишь. Если смотреть с позиции того, что я сейчас сделал, да, все мои заслуги, служение, и так далее, это одно. Другое дело, когда задается вектор, и говорится о потенциале, то есть то, к чему нужно стремиться. А к чему ребенок стремится? Нет, подожди, вот ты ребенок, ребенок стремится, вот смеяться, радоваться, и все. Для того, чтобы получить, тебе нужно, это просто первый шаг, то, что ты живешь, это ребенок. Да ребенок даже программы жизни не понимает. Про что вы говорите? Подождите, но мой еще, хорошо брат сказал, мы читаем Евангелие, там есть сколькинс. Иисус говорит своим ученикам, которые на тот момент, тот Петр не был тем Петром, который мы сегодня рассматриваем. Это были люди в определенной стадии развития, которые задают интересные вещи. Да, действительно, они поняли, что ой, мы теперь будем после смерти на небесах. Их нормальных людей как бы беспокоят. Среди нас 12, ну там, поймут ли там, великие наверху? И он им объясняет, ребят, вам сегодня, вот чтобы туда вообще попасть, в принципе, надо хотя бы вот эти условия соблюсти. И вы уже... Там не идет речь ни о Павле, ни о каких-то людях, которые прошли эту жизнь. Там колыбель учения, там человек только пришел и только базовые вещи рассказывает людям, которых он предполагает вырастить до того уровня. Я согласен. Согласен на то, что он иронизировал. Может, с ними он просто, ну как бы сказать, по существу здесь разговора нет. Смотрите, в другом случае, вот ставлю рядом параллельное место, помните? Сыны Громова матушкой прикрылись и говорят, мы верим, что в Царстве Божьем, но что нам спрашивать, зачем нам задавать глупые вопросы, а пусть мама придет к Иисусу и уже договорится, чтобы мы были великими и сели один по правую, а другой по левую сторону. Вы помните, тема-то не заканчивается. Мы сейчас так философствуем, так же поймите, там вообще все по-другому было. И пришла матушка и говорит, падра или как там. Рави, вот мы, будет же Царство Божьем? Будет. Ты же будешь на престоле? Конечно буду. Тебе нравятся мои сыновья? Ой, они крутые. Ну, давай договоримся прямо сейчас, где-то один будет сесть. Я хочу, чтобы они были великими. Я верю, я как мать. Везде свои люди должны быть. Да, везде свои люди. Кого же мать не протолкнет? Иисус смотрит и почему-то, вот, минуточку, он про ребенка не заговорил в той ситуации. Не кажется ли странным, а? Ну, почему бы, если это, мне кажется, здесь был какой-то мимолетный эпизод. он бы взял и сказал, так, где этот ребенок? А, оказывается, ребенка носят постоянно на каждом служении. И что он сказал? Про ребенка он не сказал ни слова. Он говорит, можешь ли ты пить ту чашу, которую я пью? Намек. Великими становятся те, кто свою чашу, которую тебе дает Бог выпьет. Ребенок эту чашу в жизни никогда не сможет выпить. Второе. Он говорит, да, могу. Эти сыны Громов, они вообще, да мы пьющие, да мы еще не такие чаши пили. И Господь второй вопрос задает, а крещение? А крещением, которое меня крещусь. Вы можете креститься? Вот крест. И он смотрит на них и говорит, ну, я вам скажу, может быть и пить что-то будете, может креститься, но а взвешивать и давать уже награды и вот эти вот погоны кто будет наверху на первом месте или втором или на третьем это вообще-то даже не моя компетенция. Это компетенция моего отца. Ну просто почему я хочу про этого ребенка говорить, что здесь какое-то неполное истина. Вот в том разговоре с матушкой мне понятно. Там практически... А? Пожалуйста. Ассоциация такая с ребенком. Вот примерно ситуация сидит. Вот такое уже примерно совещание за большим столом в центре стола сидит президент. Тут премьер-министры, тут все министры. И заходит ребенок. Нет, нет, нет. Заходит, не стучал дверь, заходит ребенок. Садится вот там по правой или по левому хору. Это великий ребенок или нет? Вопрос. Это ребенок. Он еще никакой. Он завтра бандитом-мажором станет и в тюрьму сядет. Всякие предприятия и люди. Нет, ну, а давайте тогда оценим попокоить Игорь, посмотри, мы говорим сейчас, мысль докончим. Если речь идет о земных координатах, вот, когда он, Коля зашел, да, и Лукашенко говорит, это мой сын. Это одно. Вопрос не на земле, а что там будет. После... Это ассоциация. Это когда мы приходим к Богу и он на нас как на детей смотрит. И несмотря кто-то премьер-министр или не то самое, мы становимся величкими детьми, потому что мы приходим в его обитель, к нему домой, к нам не было. Он сидит во главе вблизи всех царей. И тут заходит человек. Для ребенка это понятно, но ребенок однажды станет взрослым. И такого поведения уже будет... Дефиницию пронести, что он до пожитого времени все равно ребенком остается и он в кожу, и он великий на небес считается. А потом, если он, конечно, там дальше жизнь, уже все идет по жизни именно так. Ну, а как тогда объяснить слова Павла, который говорит, судя по времени, вам уже хватит заходить и говорить, я крутой. Это уже болезнь затянувшегося младенчества. Ну, это отклонение. Это уже другая... Так мы же растем каждый год. Ну, ребенок этот вот не поймешь, для чего он нужен. Давайте признаемся, может быть, это, конечно, страшно звучит, да, но очень часто мы находимся в окружении вот таких вот детей, недоразвитых. Ну, нам это не... Мы говорим сейчас о том, что написано. Да, пожалуйста. Разное такое-то такое. Лично, у нас с дочкой старшей сколько лет? 31. Она ребенок? Она женщина уже. Она ребенок. И она будет ребенок все время, так же, как у меня дочки. Ой, ну это сантимент, это лирика. Мы говорим сейчас... Нет, это не лирика, не лирика. Мы своему Отцу Божию будем лидить все время. И если мы будем его чтить, пусть даже с седой головой, мы все равно будем... Мы уходим от практического момента. Мы говорим об ответственности за то дело, которое Бог не младенцам поручает. Я даже это больше могу послушать. Диссонанс усиливается, смотрите в чем. Там он говорит, не умолитесь как дети, а теперь скажите, ребенок может быть всем слугою? Да никогда! А тут говорит, не будешь, хочешь быть большим, стань всем слугою. И ребенок вообще служить не умолен. Я считаю, что это основа просто... Он мне только нервы припадает. Мы же поняли, что происхождение важно, и генетика важна. И не важно. Самое главное, мы сначала должны довериться, что мы должны сделать. Мы доверились. Да. И стали детьми. И тогда, когда мы стали детьми, мы должны прожить свою всю жизнь. доверие и покушение отца. Этот фактор понятен. Этот фактор имеет место быть. Мы в любви. Когда мы будем учтить своего отца, как дети, мы станем в самые большие. Это просто принцип. Это одно из условий. Это одно из фундаментальных... Он приводил... Он приводил в разные... Вот... В инстанции. Да, да. В инстанции. Если так читать, там он приводил то, что надо стать слугой. Да. Здесь просто он ребенка подставил. Не знаю. Я, например... Смотрите. Если мы вот эту концепцию в церкви говорим, еще через 30 лет церковь будет полна рожденных свыше бездельников, которые любят беззаветно Господа, которым все это говорят про сердце, которым говорят все... Вопрос. Ты врач? Ты строитель? Ты кто? Ты жизнь жив. У тебя судьба от Бога. Расскажи, какое дело тебе Бог поручил делать на земле? А? А? А у отца есть для тебя поручение и твоя любовь к отцу. Так вот... Испомните это поручение. Так вот мне хочется, чтобы наши... кто-то может что-то исполнить? Да, ну конечно. Ну что, у тебя дети не выполняют? Младенец. Что он может исполнить? Только заставить памперсы поменять. Ничего он больше не может. Я не имею в виду дети 9-10. Младенец. Там описано ребенок. Младенец. Так вот ничего не может. Императорские семьи. Родилось... Вот оно еще не родилось. Только поженились. Все смотрят на эту женщину как на инкубатор. Ждут, когда она родит этого великого наследника. Он рождается, уже все вокруг бегают. Почему? Потому что это продолжение. Ну хорошо, сидит такой весь крутой отец. Пусть... Я же говорю еще раз. На начальном этапе Иисус им об этом говорил. Они не были никем еще. Он говорит, хорошо, вы хоть родитесь в нашей семье. Мы начнем с вами работать. Но если ты только родился и ты там один, то ты там великий. Потому что кроме твоего бати больше великих нет. А у Бога? Почему? Великий бати и ты великий. Ну так же, Абрам, Давид и там и все остальные налоги. Они даже еще не в партии. Ну... Смотрите, давайте... Все-таки хочется обернуться в конструктивное русло. Вот Даня, смотрите. Даня, вы мне говорите про Машу, про Танюшу. Знаете, чем я счастлив? Если бы моя Маша в 31 год сидела бы дома, мыла посуду, не получила бы образования, я был бы самый несчастный человек. Я счастлив... Да слушай, я счастливый человек. Знаете, когда? Когда воля Божья, которая выражается в том, что таланты, которые дал Бог этой женщине, она раскрыла в полной мере. Она закончила Беркли. У нее сейчас джазовая школа. Она работает. И я счастлив. Когда дело, которое ей Бог поручил, она исполняет. И я, я вот этим счастлив. Когда моя вторая дочь закончила школу актерского мастерства, я горжусь этим. Так же, как Бог хочет каждым из нас гордиться. И я благодарю Богу, что она не ребенок, что она взрослый человек, профессионал и специалист. И я счастлив, что сейчас моя дочь мне помогает. А не просто меня любит. Она тащит на себе огроменную ответственность. И это есть помощь. И Отец Небесный хочет, чтобы мы не просто дети были, которые никакую на себя ответственность не берем. Зато мы любим. Папочка на небесе. Папочка говорит, эй, лоботряс, пора брать ответственность за то дело, которое ты мне поручаешь. Третья доченька, которая в Останкино работает, извините, которая там работает. И я наслаждаюсь тем, что есть смысл жизни. Я боюсь, знаете, какого христианства? Которые говорят об эмоциях, которые говорят только об отношениях, которые говорят о каких-то второстепенных вещах. И церковь полна безработных, больных, вот таких. Мы должны создать профессиональную церковь, чтобы каждый человек знал, Бог дал мне талант. Я знаю, я режиссер, я врач, я журналист, я этим, прославил Бога, а я спортсмен, а я там шеф-повар. Я хочу вот в какое русло перевести и объяснить, что ребенок не имеет профессии. И это не должно быть образом жизни. Мы должны переходить от этого младенчества очень быстро в взрослое, зрелое пространство наших взаимоотношений с отцом. Меня Бог любит сейчас за то, что я волю Божью исполняю, а не за то, что я его люблю. Вы ответили как я сам на свой вопрос. Я исполняю так я вот и говорю, а ребенок не выполняет. Как не исполняет? Вот там в четвертом бомбе секретаре, когда он будет выполнять волю отца, он принял отца как есть и потом живет и исполняет. Как же как и сейчас. Все. там нету даже инженер Рэйнбо там или там израильный исполняю волю Божью, исполняю волю своего отца. Вот что парадокс. Знаете, в чем заключается? Я все-таки капризный в этом плане и упертый собеседник. Ребенок ничего не сделал и здесь даже ни намека нету о том, какая у него профессия, какое призвание жизни, а он уже великий. Вот это для меня ломает мозг. Великим заключается великим на небесах будет тот, который разобрался. Не младенец спасает нас, а Сын Божий, который знал свою профессию, который исполнил волю Божью на земле и он стал великим, потому что он до конца жизни осуществил проект, который Бог ему дал. Вот я хочу что слушать. И когда говорится воля Божья, хочу, чтобы каждый себе лично расшифровал. Опять, чтобы образ был. я исполняю волю Божью. А ну-ка нарисуйте мне, пожалуйста, образ воли Божьей в твоей жизни. Образ воли Божьей там, в Белоруссии. Образ воли Божьей. Посмотрите, сколько людей у нас. Я хочу в практическое русло перевести этот разговор. Если мы не заставим человека получать образование, если мы людей не будем мотивировать, получать профессию и говорить просто об ощущениях про ребенка, вот мы и будем пожизненно, как дети. Но тут другая крайность пастора. Если христианин не стал христианином, то есть если он только наблатыкался, что-то пережил и потом пробанулся. Ну да, но вот вначале стать как дитя Божье. Вот это точно я понял. Так ты не сможешь не стать детем на эту тему даже ты не парься. Просто они в тот момент видимо еще даже не были детьми Божьими, если он им это объяснил. Или не знали, что они Можно вопрос? Да. Зачем тогда при такой позиции Бог так много внимания в Евангелии уделяет рождению Иисуса Христа. Можно было пропустить этот момент? Ну вот пришел Иисус такой А сколько времени уделяется на счет несколько соток? Не уделяется может быть его там мудричество но извините целая глава посвящена тому что ребенок этот родился к нему пришли волпы Ну он еще как бы номинальный В чем вопрос скажи пожалуйста В том что ваши девочки не были бы такими как они есть если бы их вообще не было А кто же противоречит Они как бы появились и уже они появились в той семье в которой они видят соответствующий пример и послушание их этому примеру приводит их к такой деятельности Иисус еще раз говорит ученикам ну или вы Нет в чем вопрос Какие противоречия Все дети растут Противоречия Я вот и все Я говорю про процесс Я говорю про процесс зрелости Что дети должны побыстрее возрастать и становиться взрослыми То что Линда говорит это другими словами Младенец родился вам или нам сын Конечно Владычество на раменах его И нарекут ему имя Великий Все Вот и все Я говорю о том что ребенок вот в данном случае скорее всего здесь мысль у Иисуса была вскользь пожизненно просто для меня ребенок Маша она не ребенок Я может быть ошибаюсь но для меня понятие ребенок это недоразвитое существо это существо которое которому предстоит развиваться получать образование извините пожалуйста Младенчество во Христе осуждается апостолом Павли Когда Ваш отец еще слов Да Как он Вас называл Сынок Нет Ну при чем тут как он называл Затягивать младенчество опасно Пожалуйста Я читала Английскую латушку в библии и там нет молиться но здесь смириться и у меня версия что возможно тут идет речь просто обходить сердце то есть перед Богом должен смириться и быть смиренным и даже если он посылает в другое место например служить ты не должен заключить в какой великий я такой умный я там все знаю со своими путями просто сохранить позицию сердца смирения и быть смиренным и без Бога ну мы это уже полчаса назад это уже четыре раза говорили что ребенок тире дефиниция абсолютного послушания зависимости от Отца Небесного ну это уже все понятно ну и тогда ну это я бы читала четвертое стихи ну одна ты больше будешь нет возникает потенциал в большем просто может быть так ну чтоб легче было все потому что мне тоже это было сейчас я кстати успокоился мы часто останавливаемся на евангелии блудного сына да ну блудного сына же после того как ему перстень приняли его у него была жизнь была же ничего не написано а у нас и проповедуется и у нас вот такой какой-то менталитет что вот нас приняли и все на этом нет хаппи-энда на этом только все начинается на этом только и мне кажется что вот жизнь апостола павла это и есть вот это смирение именно именно в судьбе потому что когда тебя убивают а тебе нужно все равно доверять богу и идти дальше и все равно исполнять его волю вот это наверное ну давайте кто один говорит слушай если есть мнение вслух говорите пожалуйста то есть вот этот момент именно очень важно а не то что просто вот нас бог любит и ну я я лично вот очень много вижу и слышу что люди останавливаются именно на этом моменте что бог меня любит типа а что еще больше ничего не нужно но нужно идти дальше по-настоящему вот да найти свою судьбу профессию и быть делателем именно делателем если мы не будем делателями ну я не знаю вера же сделать мертва если мы не умолимся если мы не станем послушными понимаете почему а кто против это условие уже обговорен я считаю послушными то что они воскресенье в церковь ходят да опять же это то, о чем пастор говорит это семантика люди считают себя просто люди себя и рожденными свыше считают очень часто люди много вообще чего считают потому очень важно наверное вот эта семантика вот этот образ ну по-настоящему нарисовать я вот вы начали про образ говорить я начал задумываться что вообще какие у меня образы и о чем люди в церкви вообще какие образы мы даже не знаем образ церкви к чему она призвана да то есть мы ходим по воскресеньям в церковь ну максимум еще на домашнюю группу ходим и вот это и есть у нас образ все мы исполняем волю Божью на все сто процентов то есть у нас нету такого образа у меня лично образ что это церковь которая растет она должна расти и каждый человек уже младенец должен расти конечно но я так понимаю что очень много у людей вот этого образа церкви правильной нету может быть потому что не видят я не знаю но как раз в субботу я на школе буду как раз об этом и говорить что мы застряли на первой линии пишу вам младенцы дети потому что прощены грехи и мы на этой вот в первом классе а траляля умолились тысячи лет мы празднуем рождество и потом только пасху и пасху родился да и убился все еще во-во я как раз об этом говорю и запомните что хроническое младенчество это трясина религиозная где умирает абсолютно все дальше пишу вам отроки потому что вы познали отца то есть это другой уровень откровений что такое отца ты получаешь откровение о сыновстве что он твой отец а если ты сын то и наследник а когда ребенок возрастает батя ему начинает показывать я скажу кто я я царь всех царей у меня есть власть у меня есть владычество и я хочу чтобы чтобы ты видел отца творящего и творил третий уровень юноши вопрос когда мы станем юноши если мы все вот на этого ребенка смотрим и говорим если кто не умолится запомните любая гипертрофированная доктрина которая не предполагает развитие она нас загонит в угол и превратит нас в моральных и религиозных уродов когда человеку под 50 лет за спиной 30 лет христианской жизни он все про этого младенца говорит вот я умоляюсь эй пора взрослеть пишу вам юноши дальше кто такие юноши это третий уровень он говорит вы по прочной грехи ясно оставивши младенчество эти остатки начатки учения христова поспешим к совершенству что такое совершенство я вхожу в наследие моего отца а наследие отца он говорит я даю тебе власть и ты должен сейчас уже отвечать за то наследие которое ты дал церковь призвание дары спасение городов и все остальное какой ребенок ребенок это остался в прошлом и потом пишу вам отцы однажды дети должны стать отроками отроки должны стать юношами юноши должны уже стать однажды зрелыми мужьями если нам вот эту картину не представлять а вот этот стих брать за основание и говорить про отношения да само собой разумеется младенец не растет значит он был с массой или деревян самое интересное смотрите что дальше чего очень против чего хотелось бы предотвратить давайте евреям откроем и на евреях мы эту тему да и соблазнов даже не дошли какие соблазны были вот само это младенчество хроническое это что же соблазн это великий соблазн давайте прочитаем это пятое евреям пять он говорит здесь так хотя он и сын однако страданиями навык послушанию и совершившись соделся для всех послушных ему виновником спасения вечного быв наречен от бога первосвященником подчину мелхиседека на этом месте у тех кто так папу на небе любит началась зелота и интеллигенцию давила короче зелота и поэтому Павел увидел эту картинку и говорит о сем надлежало бы нам говорить много но трудно истолковать семантику трудно доводить потому что нас тянет все счастливое детство куда уходит детство какие города общим пением надо петь и дальше но дальше Павел говорит но трудно истолковать потому что вы сделались неспособны слушать и дальше он говорит судя по времени вам господа мои хорошие должны забыть уже ту главу про того ребенка потому что вот ребенок уже борода у него а вы все про него говорите ибо судя по времени вам надлежало быть учителями но вас снова нужно учить первым началом слова Божьего и для вас нужно молоко а не твердая пища давайте поймем такую вещь что каждому возрасту свое питание а какое питание такое воспитание и давайте согласимся молоко и твердая пища это то что отличает вот теперь давайте я резюме делаю давайте теперь уже вы меня внимательно слушаете это то чем отличает детей от взрослых чем питаешься какие проповеди достаточно послушать о чем люди говорят и все понятно рацион питания и когда твердая пища когда серьезные реформаторские темы ой глобализм кому он нужен детям глобализм сто лет не нужен детям нужно только вот мне меня любить и все остальное Павел Павла насколько они восхищали эти дети настолько они потом раздражать начали но что он коринфий он говорит я не смог с вами говорить как с духовными а я с вами как с плотскими но что вы младенцы во Христе вот просто младенчество там свое философия свое откровение грехи проклятие это все постоянно и дальше он говорит всякий питаемый молоком а теперь посмотрите момент когда прекрасное детство превращается в уродство любое затянувшееся детство оно человека делает инвалидом и калекой хочешь ты или не хочешь хоть в духовном хоть в физическом отношении всякий питаемый молоком вот этими проповедями господь тебя любит господь окей молодец что он меня любит но букварь азбука вот эти разукрашки детские и математика высшая это не одно и то же вот почему написано всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды потому что он дитя младенец и вы представляете себе какая опасность что такое хроническое младенчество дети не читают у детей нет образования они должны расти почему я и говорю что дети которых я люблю называю как угодно но я хочу чтобы они были совершенны чтобы они поднимались чтобы они получили образование чтобы у них были профессиональные навыки этого бог хочет от каждого из нас дальше твердая же пища свойственно совершенным у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла и дальше посему оставивши начатки учения Христова то что мы читали в Матфея это азбука это начатки это не энциклопедия жизни это вот все что в начале и было бы странно чтобы мне сегодня в 60 лет начали говорить то что мне говорили в детсаду то что мне говорили в начатке сейчас сейчас другой возраст сейчас другой взгляд на жизнь и смотрите оставивши начатки учения Христова поспешим к совершенству и слушайте дальше мы постоянно поговорили в начале об отношениях о любви к Богу о доверии потом через некоторое время пытаясь выйти на практический уровень совершенства слышу опять нет а что рождение конечно все настоящее оставишь это уже само собой ты уже должен это понимать это уже на генетическом это твое убеждение зачем говоришь что на горшок надо ходить зачем говоришь что зубы чистить ну само собой и дальше оставишь начатки учения Христова поспешим к совершенству и внимательно дальше то что для нас пик богословия или высота нашего священодействия здесь описывается так как просто вот ступенька с которой ты должен идти дальше и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога ну сколько можно ну ты уже фундамент заложен что ты рожден свыше ты любишь Бог так на этом фундаменте перестрой стены они опять я фундамент главный корни главный ну фундамент уже есть ты рожден свыше у тебя генетика дух святой крещен духом святым у тебя уже все и ангелы твоим услугам и дух святой какой дом ты строишь на фундаменте никто не живет на фундаменте никто не спит на фундаменте никто на фундаменте строит стены первый этаж второй что мы строим вот о чем идет речь великим называется в царстве божьем те кто построили дом божий тот кто на этом месте исполнил волю божию и это означает исполнил то что бог ему поручил исполнить и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в бога учению о крещениях возложениях рук и все это сделаем если бог позволит и 17 и и иоанна это как завершение это уже взрослая это уже взрослая молитва сына божьего после сих слов иисус иисус возвел отче свое на небо и сказал отче пришел час прославь сына своего да и сын твой прославит тебя так как ты дал ему власть иисус научитесь от меня я тоже был младенцем я тоже был в яслях я тоже был мальчиком в 12 лет стоял в храме я тоже говорил об этих вещах но пришло время время и ребенок вырос в 12 лет после того когда ему было 12 ему исполнилось 30 и он сказал исполнилось время я знаю для чего я пришел от первого дня и до последнего это то что с каждым из нас должно происходить и главный акцент кто великим наречется кого Бог прославит а кого Бог прославит тот кто Бога прославил своей жизнью и вы смотрите когда говорит о награде на небесах он говорит так как ты дал ему власть над всякой плоти да всему что ты дал ему даст он жизнь вечную вся же есть жизнь вечная да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа 4 стих внимательно это должно стать нашим креду это должно быть нашей жизненной программой я прославил тебя на земле что такое прославить утреннее воскресное прославление это поклонение это вот хом воршип это все на свое место это часть служения но я прославил тебя на земле совершил дело которое ты поручил мне исполнить вот на чем хочется акцент вот то дело которое мне Бог поручил я знаю свое дело я знаю я знаю что тысячи людей дезертировали с той площадки на которую Бог поручил и говорить про тех кто велик претерпевший до конца спасется и побеждающий наследует все кто победил тот будет там великим наречется и дальше ныне прослав меня ты отче у тебя самого славою которую я имел у тебя прежде бытия мира поверьте друзья христиане которые рождены свыше которые любят Бога которые носятся вот так вот и не поймет годы летят ты кто какое дело назови свое призвание Боже мой сегодня эти скитающихся сыновей и дочерей Божьих выше крыши мы должны однажды заикориться и сказать какое дело ты мне Господь поручил когда мы пойдем я не хочу быть как головня из огня я хочу на самом деле чтобы награда была великая и дальше он перечисляет перечисляет свое дело ныне прослав меня ты очи у тебя самого славою которую я имел у тебя прежде бытия мира я открыл имя твое человеком которых ты дал мне от мира они были твои и ты дал их мне и они сохранили слово твое ныне уразумели они что все что ты дал мне от тебя есть Бог дал ему команду у нас у каждого должна быть команда мы должны за кого-то отвечать в этом мире и мы должны выполнить эту волю Божию у нас у каждого своя задача я вот на что акцент ставлю ребенок остался в прошлом это в начале это начатки учения Христова и нам нужно уже повзрослеть когда был младенцем по младенческим мыслям по младенческим поступал когда стал мужем совершенно тогда я оставил младенческое и дальше ибо слова которых которые ты дал мне я передал им и они приняли и уразумели истина что я исшел от тебя и уверовали что ты послал меня я о них молю не о всем мире молю но о тех которых ты дал мне потому что они твои и вопрос кого тебе дал Бог какое дело ты с этой командой будешь исполнять какие награды ты Богу принесешь какие диадемы ты положишь перед престолом Божьим это уже не разговор с детьми это разговор со взрослыми и все мое твое и твое мое я прославился в них я уже не в мире и они не в мире а я иду к тебе отче святой соблюди их во имя твое тех которых ты дал мне чтобы они были едины как и мы и снова возвращаемся к семантике как Бог хотел чтобы у них было единство у нас никогда не будет единства когда один и тот же вопрос ты будешь понимать вот так ты будешь понимать вот так ты будешь понимать вот так у нас никогда Нас может объявить только откровение. Что такое семантика Святого Духа? Это откровение, которое Дух Святой дает. И то, что я вижу, ты видишь. И то, что ты видишь, я вижу. И мы вместе слышим одно и то же. И видим одно и то же. И стремимся к одной цели. Дальше. Ныне я к тебе иду. А, 12. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их. Во имя Твое. Тех, которых ты дал, мне я сохранил. И никто из них не погиб. Кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Очень тяжелый пункт. Не будем останавливаться. Ныне же к тебе иду. И сие говорю в мире. Чтобы они имели у себя радость мою совершенную. Я передал им слово Твое. Это как лебединая песня. Это как прощальное послание. Это вот когда человек говорит. А вот теперь я буду великим. На самом деле, помните, написано, по-моему, это к филиппийцам, что он был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя, превыше всякого имени, чтобы перед этим именем склонилось колено небесных, земных и преисподних. Кто великий наречется? Тот, кто дойдет до конца. Тот, кто побеждающий наследует все. И кто исполнит волю Божью до самого последнего пункта. Дальше. Не молю, чтобы ты взял их из мира, освети их истиной Твоей. Да будут все едины, как ты во мне, и они, да будут нас едины. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенно воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный. И мир тебя не познал, а я познал тебя. Вот это сила. Я молюсь о себе, каждое. Господи, я хочу познать тебя. Я хочу прославить тебя. Я хочу все, что ты поручил мне, исполнить. Потому что если не это, что тогда вообще? И я открыл им имя Твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Все ли понимали ученики, когда он это говорил? Нет. Да мы сейчас читаем, как зашифрованные фразы. Но одна только есть надежда на семантику Святого Духа, Дух Святой. Что он имел в виду здесь? Я понимаю, что у нас разные взгляды. Я благодарю каждого из вас за свое мнение. Мы учимся рассуждать. Мы учимся дискутировать. Но хочется, чтобы все наши рассуждения сводились к практическому руслу нашего преображения и славы Божьей. Видите, есть споры, ну такие, они неконструктивные, теоретические. Вот я, например, склонен всю энергию нашу, ну дискуссионную, переводить в русло практически, какой практически смысл вот из этих рассуждений, чтобы прославить Бога, чтобы мое служение было эффективным. Чтобы вот этот год, который мы назвали год преображения и славы Божьей, чтобы это было в контексте, чтобы младенцы преобразились в отрока, выросли, повзрослели, чтобы отроки повзрослели в юноши. А чтобы юноши однажды стали мужьями, сказали, Бог, я прославлю тебя. Мне так понравился этот Аршавин. Если у нас в молодежи есть, один мальчик такой, сколько ему лет? Ну, сколько. 18. 18. Я у молодежи люблю спрашивать, о чем ты мечтаешь? Кто-то говорит, я мечтаю школу закончить. Я говорю, плохая мечта. Даже если бы ты не мечтал. Все равно. Все равно. А второе, а ты о чем идешь? Сидит такой мальчик, какой энергичный. Я мечтаю прославить Бога на футбольном поле победами. У меня, говорит, внутри майка будет, на которой я напишу Иисус Господь, а сверху у меня будет майка спортивного клуба. И когда я, говорит, буду забивать голы, я буду вот так поднимать. Я смотрю мальчику 16 или 18 лет, я мечтаю об этом. И знаете, как приятно смотреть на людей, у которых от Бога мечта. Они говорят, я это сделал. Вот я вчера сказал, он порвал Ахиллесову какую-то здесь вот жилу или что-то. Это страшная мечта. Он боксер. Он чемпион Европы или там. И он мне, когда я был в Германии, я вернусь. Я вернусь на ринг. Я говорю, он не евангелист, он не повар, он не учитель. Он говорит, это мой дар. И когда я выхожу, а такие боксерские матчи снимают миллионы. Ну знаешь, есть контракты такие вот, каналы. Весь мир смотрит их. И когда такая аудитория, я буду всем говорить про Иисуса. И вот он мне три дня назад в Швеции был какой-то матч. В первом раунде он положил его. И он пишет мне. Говорит, Алексей, я вернулся. Я, говорит, счастлив. Вы знаете, как здорово. Я вот про что хочу говорить. Когда мы говорим о воле Божьей, чтобы мы восторгались. Не столько... Вы думаете, он не говорит о любви Божьей? Он говорит о любви. Когда он с ним говорил, Бог обличает мне все. Но это уже как бы моя личная жизнь. А мы Бога прославляем победами, достижениями. И он говорит, пастор Алексей, порадуйся со мной. И говорю, Саша, это только платформа, куда ты поднимешься еще выше и благословение может. Вот хочется видеть вот такое конструктивное христианство. Вот сейчас нас приглашают. 30-го мы едем большой командой в Европарламент. Нас приглашают туда, чтобы встретиться дипломаты, политики, мэр Иерусалим. Когда я смотрю, куда Бог нас сейчас ведет. Господи, научи нас пользоваться. Возможно, стать повзрослее. Ребенка заведешь туда. Ты ребенок ничего не... Господь, научи меня понимать, чтобы я ребенком не был, когда мне надо действовать как взрослому человеку. Чему ты хочешь научить нас от этой встречи? Я не просто романтик или как... Вот, по путешествию. Я трепещу, когда Господь дает... Вот такие... Говорит, что ты хочешь сказать? Этот человек. Может быть, завтра будет решаться судьба. Сейчас вообще я слышал плохие новости. Сейчас вообще все. Вот так вот все сгущается. Сейчас просто говорят все чаще про импичмент президента. Потому что эти демократы, они не успокоились. Сейчас все вот так, все абсолютно. Англия готовится к этому официальному, официальной процедуре Брексита. А никто еще не выходил. Все люди просто говорят, мы даже не знаем, во что это выльется. И когда вот такое, дети всегда под одеяло прячутся. А взрослые выходят и говорят, так, что-то я должен... Я несу ответственность за безопасность всего дома, за безопасность церкви, за безопасность города. Страшно. Я вот про чем говорю, что оставивши начатки учения Христова, от наших эмоций, от наших... Вообще, это все на своем месте. Но жизнь перед нами ставит серьезные задачи, которые мы, как зрелые мужья и жены, должны решить и прославить Господа. Давайте помолить.